Самой избирательной компанией они явили настолько арязно, настолько арязно, настолько подло. Знаете, они бросались как свора шакала на меня и на моих людей. Причем я вел компанию очень мало месиво. Ну, может быть, 11-12 человек всего было в моей команде, всего. Но все мои листовки, портреты мои, а я их решал, и на не только и с левого, а в правого. Везде, где можно было повесить. Они не висели больше, чем час. А то некоторые тут же 20 минут, их рвали тут же буквально. Ходила свора, вздышенных каких-то бабушек, каких-то полу-ненормальных, эти, ну, хорошо подкупленных, потому что с такой яростью бросаться, это можно только за большие деньги. Нет у меня доказательств, но есть подозрения в посереднейших карусели. Она точно была. Я вам скажу, я не могу утверждать, что десятки бюллетеней, которые я видел, и там стоял жирный крест, очень похожий на... Я не могу сказать, что это, понимаете, делать одно и ухо, не могу. Но оно одно и ухо и дело сделано. Стояли, говорят, где-то в автобусе, я их не видел. Где раздавали и деньги, и, очевидно, там выносили с ним какие-то бюллетени. Какая-то разница в бюллетенях возникло сегодня, видите ли, почему. Это одно, потому что их таскались с этих участков. И потом вот такое происходило. Более того, я слышал, что на каком-то участке, опять, я по телефону не сказал, часть бюллетеней, которые привезены были с типографии на участках, часть бюллетеней исчезла. Вот, человек, кто звонил, я это слышал, но я не знаю, так или нет, не хочу убеждать. Но вот когда говорят сейчас о некой разнице, вот тоже оно и было, что часть бюллетеней куда-то исчезла для того, чтобы потом могло их раздевать. И я не исключаю, что там, где одинаковые кресты, я их видел. Заляхина. Да, Заляхина. Именно Заляхина. Я их видел своими глазами. Я не исключаю, что у тебя украденные бюллетени, из-за которых пошла вот эта карусель. Нет, это, понимаете, это подлецы высшей степени. Причем, я повторяю, у меня там был колоссальный ресурс и финансовый. Это были какие-то концерты, какие-то там конкурсы за бачку пряника. Вот эти дети давили, бабушки там кидали, там хлеб раздавали, там, и в обмороке были. Скорая помощь, наверное, раздавала машина, раздавала эти бюлки, пряники, эти бедные наши бабушки давили, и друг друга там чуть не на лодке поставили. Кстати, момент хороший. Вообще, как во время избирательной кампании, вот когда-то Нехорошкова Жорник снял, на то, что он 23 февраля угостил ветеран. Это засняли на видео, и Нехорошкова сняли с кандидатуры, а выиграл Жорник, потому что Нехорошков, будучи там депутатом, улетел по решению избирательной комиссии. Сегодня Жорники Руденко и Пляжник раздавали тонны хлеб по покупке, в обмороке, в обмороке, в обмороке, в обмороке, в обмороке. И никто этого не видел. И территориально, и эти дети не будут об этом знали. И Геннадий Дольфович сказал, да пусть они удали за этим хлебом. Пусть делают. Он был в лень в обморке, и основательно был в лень. Меня поражало, мы ж вели, как вы раздавали с людьми. Вот ходили ребята, Сережа, Андрей, вели раздавали с лень. И вот Геннадий Дольфович сказал, идите в моей истории какой-то, задавайте вопросы, узнавайте, как по кузям, как думают о помене. Округ для меня новый, вы знаете, слышали я? Округ, который мне был 20 лет, ну, более сельдорно, ушел другому человеку, там, думают, партнерок был человеком. А мне дали округ, который я первый раз купил на бой в середине СНКТ. Вообще. Но тем не менее, мы ходили и спрашивали, Сережа, ну, а как вы относитесь к нам? Я за Гердоса, кто-то говорил там, я за Авакова, крайне редко, крайне редко. А были такие, ну вот, ну, мне, конечно, не нравится там, где-то, 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 где-то. Но Авакове я вообще говорить не хочу. Человек, который ничего не сделал, кроме вот этих своих лирических, таких, знаете, уступлений и убоюзивания детективами, с усидителями, с этой муркой, за губернатора, который был пять лет. Вот это единственное, что от него люди слышали. Мог ли он выиграть, нет? Таким образом, он идет буквально в крови с кандидатом, который за восемь месяцев своего исполнения оператора на 7 раз, сколько это делал. Как? Я задаю вопрос избирательным в том числе. Они что, ослепли? Они что, не понимали? Или тогда выходит, что действительно там массовая партификация, но не со стороны Геннадия. Если бы Геннадий это делал, я вас уверяю, там бы перевесил десятки тысяч. Но он этого не делал. Чтобы вы уверены в победе. А эти запустили все механизмы, хотя по вопросам действительно Аллахова, ну никуды, как это я слышал с моими глазами и ушами, и видел и слышал, что да, даже если не нравится Хернесс, я Залатова не проголосую. Вот как было. А большинство говорило, да, как бы там не было, он сделал это, он сделал это, мы видим это, мы видим это, масса есть примеров, о чем можно говорить. И ни единого примера, скажем так, ну знаете, фигурально выражать, ни единого забитого властя за пять лет губернатор 20%. А Руденко, единственный его способ, это вот этот раздача хлеба. Ну если ты занимаешься раздачей хлеба, зачем ты идешь к депутату? Раздавай ему все время, все пять лет, раздавай хлеб, если ты такой меценат и благотворитель, и тебе не старый бедный. Ну он это делает только перед издатель компании, и кстати, никогда вот никто не скажет, здорово, ты занимаешься курсом, мы тебя снимаем с регистрации, никто этого не сказал ни разу. А потому что мы же такие благородные, мы уверены в победе, а видите, что выходит, как оборачиваюсь до благородства. А все там палатки стоят, рассказывают, что только перевыборы смовят позор. С кого эти перевыборы позор будут смывать, с кого возникает вопрос? Да не Бог, что вы позорите. И потому они апелляцию не подали, потому что это очередной биток был бы, просто бесстыдство, понимаете? Игорь Иванович, скажите, если все-таки нет апелляции по решению суда, как вам надо смотреть комиссия? Я предполагаю, что зампредседателя территориальной комиссии должна была получить один из для решения суда, в котором написано, что решение суда... Она была на суде, да? Она была на суде, но не дождалась, я так понимаю, этого решения. По крайней мере, получается, что якобы у Петренко этого решения сегодня нет. Но они же знают, что у нас существует вирус. Они знают. Если Петренко как будто бы опубликовал результаты по Ляхину как победитель, то это подчеркивает лишь мои подозрения. Он укрепляет еще более. Человек просто отрабатывает то, что должен был сделать. Хотя бы формально. Хотя он понимает, что уже... Вообще здесь финиш. Комедия Ляхинина, как говорится. Все будет. Я химит. Поэтому, не знаю, что они будут делать дальше. Опиляция, в принципе, но это финалом в 2-3 дня. Но это очередной виток, информационный в том числе. Потому что, опять-таки, это решение суда, телевизионного, оно не могло быть иным. Не может тут принять решение на основе подложного протокола. Когда же существует десятки реакций. Поэтому они там пришли до плана, сейчас пока морочить голову, показать, что мы все-таки... Нет, я просто обрати, беру, хочу понять, то есть... Неведкладное решение, Игорь Иванович, подчеркните, что решение... Неведкладное, разглянуты на заседании и приняты решения на основании настоящих протокола. Но, там есть правда, что решение не набрало законной силы. Двое суток не набрало. То есть решение двух суток могут подать апелляцию? Да. Если не подать апелляцию, оно автоматически набрало реаниментив. И если они сейчас негайно забрали комиссию, то комиссия должна распределять эту проблему и скасовать решение поляки, то нет лишнего повода. То есть, грубо говоря, надо еще раз проголосовать. Проголосовать и признать вас. Кстати, интересно, на этом месте побывать и посмотреть, кто будет голосовать. Это очень интересно. Это интересно. Скажите, сколько минут? Мы говорим уже минут 30. Сколько минут будет у тебя репортаж? Репортаж мало, очень мало. Сколько? До двух минут. Вот видите. К чему же мой друг? И у нас. Ну, нужно, не знаю. Нужна отдельную программу. Дайте хотя бы минут пять. Нет, мы не можем. У нас формат новостей уже немного больше. Играешь. Это нужно говорить, чтобы сделали отдельные программы. Вы же для Харкаса-Клубейцы сможете передать видеоматериал? Я поговорю с Карином. Нам организуют круглый стол. Пригласим Рукенца, пригласим Дяткина, пригласим Малакова. И с этим поговорить о конференции в три втором участке. Он принесет нам хлеб, я думаю, прямо не тут. Хлеб раздавать вам, чтобы вы не садитесь. Чай. Так, я надеюсь, мне... Играешь.